Такой большой и такой чёрный на ваших экранах. Те, кто начал смотреть это видео случайно, у кого оно там открылось, наверное сейчас не поняли, что происходит, но вообще-то не спешите отчаиваться, это Чёрный Принц. Ну или Чёрный Прыщ, будем выяснять сегодня. Это Блэк Принц на ваших экранах. Это самый такой топовый Черчилль, который присутствует у нас за Британию в игре. И он редкий, то есть получить его задача непростая. Но недавно его продавали. И я думаю хорошее время для того, чтобы я впервые на него взглянул и вам показал. Ну естественно я на нём уже покатался. И сейчас взял его вот на тест-драйв для того, чтобы записать вам видео про эту технику, ибо ни гайда, ни даже каких-то покатушек на нём я ещё не делал, к своему удивлению и наверное стыду. Что это за модификации Черчилля? Самая тяжёлая броня из всех Черчиллей и конечно же 17 фунтовка. Причём на подкалибер, с хорошим, казалось бы, пробитием. Однако вместе с этим его масса 50 тонн, двигатель 350 лошадей, максималка 17 км в час. Это самый одиозно неедущий танк, даже лучше, так сказать, в этом параметре, чем Маус. И вот как на нём воюется в бою, будем разбираться. Готовьте чай, готовьте еду, это надолго, судя по всему. Погнали. Удивительно, но Черчилль воюет ныне в снегах. Это какой-то особо лендлизный и особый Черчилль, судя по всему. Ну конечно же, вот, пожалуйста, Раттели с кумулятивами, ФВ-40-05, Бергстек 6-0. Ну мы, естественно, не попадаем на 6-0, а попадаем на 7-0. Где наша броня 152-мм, а в маске там она даже перекрывается местами, естественно, полностью обесценивается. Если вам интересно, то касаемо брони данного танка, можно сказать следующее. Если он рамбует, то действительно сложно пробиваем на своём боевом рейтинге. Да по сути, вообще не пробиваем практически. Но основная беда в том, что НЛД 130 с чем-то миллиметров. И, естественно, туда могут нам вогнать снарядик. Вот эта полочка 152. Поэтому, по сути, вся эта броня, она вот какая по толщине есть, такая и есть. Без особых наклонов. Ну кроме вот, опять же, довольно хитрой маски, и то там не везде перекрывается она. Поэтому, если мы встречаем кумулятив, ему без разницы, по сути, куда нас пробивать. А боеукладка, как видите, расположена по бортам. Сами борта хоть и толстые, там получается и гусеница, и экраны, и сама броня такая себе неплохая. Но под 90 градусов нас всё равно будут пробивать. И в этом-то и вся беда. А проблема в том, что мы не едем. Вот 17, как бы, километров в час. Ну и на этом всё. Хотите большего? Берите другую технику. Британцы неспешны для того, чтобы чай не уронить, вероятно. А что ещё прикольней, естественно, воткнули 17 фунтовку. А танк медленный? Зачем здесь тогда стабилизатор? Посчитали британцы, и стабилизатора здесь нет. Поэтому вы будете, ну вот, едете, и как бы вроде и стабилизировано. А стоит остановиться, и жбенькс, орудие немножечко дёрнется. Не сказать, что это прям критично как-то, потому что можно заметить, да, с такой-то подвижностью действительно от стабилизатора не так много проку, но он бы всё равно помогал. В данном случае, увы, вы будете вынуждены стрелять иногда, рассчитывая на милосердие судьбы. А с этим не всегда всё просто, тем более, когда вы вроде как чёрный властелин. Тут получится ситуация приблизительно как с тем же самым злым и лысым голымом, которому судьба не особо благоволила. Хотя, тут как посмотреть. В общем, придётся драться за своё счастье. Британцы, в общем-то, не привыкли к ситуации, когда им всё легко достаётся, судя по всему. КД, кстати, довольно шустрое, когда у нас есть пополненная БК первой очереди. И, правда, пополняется эта самая БК первой очереди катастрофически медленно. И, как вы видите, бой уже прошёл, мы ещё вот подъезжаем куда-то там, к центру карты. Сейчас будем искать врага. Кстати, естественно, бортовая броня башни довольно скромная, поэтому если нас застали врасплох, мы не ромбуем, мы не лбом, то мы также, в общем-то, уязвимы. Я помню, что сюда просто Джамбо ехал. И вот, собственно, приехал его пытаться убить. Меня, естественно, толкает, дурачок. Спасибо. Ладно, не будем обижаться на игроков. Он тоже хочет сделать фраг. Зря обзываюсь. Прошу меня извинить. Но, тем не менее. Урон, кстати, отвратительный. Я думаю, это ни для кого не секрет, что урон подкалиберов очень часто, так скажем, заставляет задницу печь. Но то, что я вот играл на Черчилле, не скажу, что постоянно урон отвратительный. Да, бывает вот так. Но если вы стреляете куда-то в зону, куда вы вроде как там боеукладку можете взорвать, то и нормально в целом. При этом, кстати, вот обычная пантера. Боевой рейтинг там 5-7, 6-0. Бабах, и всё. И как бы я отъезжаю. Чё уж говорить про королевский тигр с более мощной пушкой. Сейчас он от нас не оставит камня на камне, мне кажется. Пока я тут пытаюсь починить приводы. Мог бы на самом деле его встретить стрелять. Мне везёт то, что в этом случае его убивают наши... Спасибо. Вот впервые, наверное, можно так быть благодарным авиации. Она, конечно, мои фраги забрала. Я бы и сам, наверное, его успел убить. Но, тем не менее, два немецких танка просто, знаете, один за другим. Первый заход пантера, второй тигры отправляются в ангар. А я еду дальше без фрагов, без смысла, без ничего. В этом, собственно, и есть вся проблема Чёрного Принца. А, ну ещё, конечно же, у нас зума нет. Ну, естественно, зачем нам оптика, если мы никуда не едем? Мы и видеть никого не должны. У нас всё прекрасно в горизонте. В том самом непроглядном и красивом. Поэтому даже перестрелки на большие дистанции для нас не особо-то вариант. Хотя при этом баллистика есть, всё для этого есть. Но выцеливать очень сложно. По вполне очевидным причинам мы банально не видим, куда мы стреляем. И даётся нам это зачастую непросто. Так, там только что, я смотрю, уничтожили врага. Поэтому мы просто заезжаем в деревню со стороны респавна. Отлично. Врагов нет, ничего нет. Вы будете наблюдать, я так полагаю, ну, это всегда. Причём три поддержки мы получили. Классика Британии. Не изменяем традициям. С тысячи там какого, восьмисот какого-нибудь года, если не раньше. Абсолютно ничего не меняется. Хотя мы тут про тундру говорим. В жизни-то тут немножко по-другому это дело работало. ФП срок 05 тоже, кстати, бесхозно катается, наверное, просто потому, что, в принципе, противники как-то так более странно разъехались. Ну, точку возьмём, ладно. Благо нас Пантера не убила, урона ей не хватило. Пробития хватило, а урона нет. Слева кто-то, слышу, едет. Есть время остановиться и послушать, кто, куда, зачем и почему. Вот там вот остался последний, и попасть я не могу. Не скажу, что перезарядка какая-то моментальная. То есть, ну вот, я заряжался. Бульдог. Это, кстати, даже не кумулятив. Вот, пожалуйста, повернулся бортом. Даже, кстати, чуть-чуть рамбуя. Бульдог у нас на 6.0, по-моему, также. То есть танк нашего БРа. Лёгкий танк нашего БРа. Не топовый лёгкий танк нашего БРа. Убивает Блэк Принц. В бочину легко. Собственно, чё ещё добавлять? Не знаю. Те, кто купил Блэк Принц просто потому, что он красивый. А тут, кстати говоря, я с ними согласен. Ну, соболезную, потому что геймплейно, эта техника, вот она такая. Кстати, иногда действительно удастся сделать много фрагов. Но это только в случае удачной карты. Кстати, вот эта карта ещё относительно удачная. Правда, ни одного фрага мы не сделали, потому что помощь. А здесь мы РП-3 возьмём. Слышу, кто-то летит, я его не вижу. Как всегда. Видимость контактов на высоте. А, понятно. Давайте попробуем. Мы что, виверны или не виверны? Мы, правда, по БРу 4.0. То есть... Всё вот это вроде как злее, чем мы. Ну и плевать. А мы злее, чем он. Мы хитрее, чем он. Мы его просто сожжём, и всё. Милорд, мы поймали ведьму. Можно мы её сожжём? Ну, хоть какой-то фраг в этом бою. На самом деле, я почему-то уверен, что виверна-то будет эффективнее в этом плане. Вон, по-моему, бульдожка стоит. Вот как раз для него РП-3 наши и пригодятся, я полагаю. Давайте попробуем. Чё-то как-то низко оно идёт всё. Абсолютно. Нижайше прошу оставаться на месте. Мы сбили вам гусеницу. Ой, точно. Вертикальные манёвры мы не любим. А, меня сейчас Браунинг собьёт, да? То есть меня вот этот бульдог сейчас собьёт. Я не могу. Ты вернуть. Господи, виверна не управляется. Давай, 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 родная. Давай, ну давай. Ну тяни ручку на себя, твою мать. Куда вообще летят ракеты? Меня тупо взбил бульдог пулемётом. Какая дрянь этот сетап британский. Надо менять виверну на чё-нибудь другое. Я лучше с петуха возьму. Я с петуха хотя бы попаду. Ладно, шутка. Ну с петуха хотя бы не будет так легко убиваться. Ну честное слово. Ну и хоть управляться будет. Следующий бой. Мда. Вспомнишь солнце. Вот и лучик. Угадайте, что за карта. Линия Можино. Ну как сказать. Я думаю, что когда бой закончится, мы куда-нибудь приедем. Причём если посмотреть на БРы, то что, то что, то что, то в целом это плюс-минус норм. 44-ка это 6-3. То есть по идее мы попали к 6-3. И будут королевские тигры Порше. Да, наверное, где-то против нас. Чё там у нас? А, нет. Не так. Это альтернатива. Против нас шведы, французы и американцы. Это значит против нас какие-нибудь там першинги будут. Так грустно провожать взглядом. Я как будто родитель, который уезжает от ребёнка, которого оставил в деревне. Честно говоря, медленно так, неторопливо. Со слезами на глазах. Или наоборот, я как этот ребёнок, который бежит за машиной родителей. Вот машина родителей уезжает. Машина родителей дома. Сковородка. Очень иронично. В этом случае, ну, геймплей близок к тому, что мы испытывали на Маусе. Кстати, мы тоже попали на Можино. Это какое-то проклятие медленных танков. Как берёшь что-нибудь такое не едущее, обязательно попадёшь на Можино. Это, видимо, традиция какая-то, тоже многовековая. Если мы играем на британцах, то, наверное, всё обретает смысл традиции, да? И в этом случае я, наверное, склонен с этим согласиться. Ну, вот страдалец. На четвёрке модификации Г. Хотя и он, мне кажется, больше может навоевать, чем мы. Какого-то очень странного болотного цвета. Как будто он измазался где-то в трясине. Ну, ладно. Пойдём куда-то ближе к точке Б. Я думаю, надо поджиматься к городу. Но респ я выбрал поближе к месту действия, но уже понял, что, честно говоря, немного-то я выкрою. Если поеду вот так по диагонали, что очевидно, да, если изучать геометрию. Поэтому пока покатаемся около центральной точки. О, 6 км в час. Основная проблема в этом случае, ну, та, что на дистанции мы особо-то попадать не можем. Вот я вижу, как бы, противника, но, честно говоря, сложно высчитать дистанцию. Потому что вот так вот это без бинокля. Ой, без бинокля, без приближения. А с зумом вот так. Ну, я вижу какие-то силуэты, которые там приезжают. Вот один, по крайней мере, видел. И самая большая проблема в том, что если бы тут вообще были какие-нибудь кумулятивы, то они бы нас даже на этой дистанции пробили. И зачем нам броня? Вот кто-то едет. Что-то мелкое, и я почти попадаю. На самом деле, с такой баллистикой, даже без какого-то вот фантастического зума, в целом, существовать как-то терпимо. Но не более чем. К сожалению. Если уж вы хотели сделать медленный снайперский танк, то надо было давать ему зум. Но, видимо, не хотели. Они не хотели, чтобы мы играли на этом. Поэтому они сделали самый ужас. А, ну и да, конечно. Если вы допустили ошибку, назад вы не уедете. Два. Даже не четыре. Два километра скорости движения назад. Это просто, наверное, худший показатель среди всего. А, ну и вот. Стандартные перестрелки с... Я не вижу каким-то стреляющим холмом. Благо я даже как-то попал. Ну, за это просто лайк можно стоять. Я реально не видел. Я вслепую бахнул туда и всё. И огрел его по голове. Ну, как видите, урон... Ну как, подкалибер. Типичный подкалибер. То есть всё, что вот по пути мы собрали, то убили. Только у него пять членов экипажа, а мы двоих убили. Нам, как минимум, нужно такой же удачный выстрел повторить. Для этого нужно его видеть и в бочину не отхватить. Он нас тоже пробивает в борт, если мы будем к нему, ну, без особого какого-то там ромбования стоять. Причём, опять же, Хеллкэт по БР у него. Вот уж какой-то супер имба-танк. Это плюс-минус там наш ровесник. Даже ниже БР у него сильно. Просто он может нас обойти. И вроде бы стандартной там 76-миллиметровки американской хватит для того, чтобы нас пробить. Вот такие вот пироги. Так, на точке Б какие-то проблемы. СТРВ 74-е. Понятно. Ну, бой идёт, а мы нет. А мы безногий, который вынужден смотреть за всем. Этим. Нет, надо ехать к точке Б и просто никому её не отдавать. Пытаться. А, да, забыл, конечно же. Я просто, так сказать, вижу в бою, о том пою. И самолёты, наш враг. Вот, сейчас прилетит нам ракета. Ладно. Этот Биркэт решил покончить жизнь самоубийством. Но если бы это был не суицидник, а захотел нас обрадовать ракетой или бомбой. Ну, сами понимаете, да? Это вот как с Маусом ситуация, даже ещё хуже. А, ну вот, враги уже где-то там. Стреляют в борт. Вообще оттуда. Вон, посмотрите. Он тупо нам в борт вышел. Это вот скорость поворота по слабым грунтам у нас. Мда. Не жизнь, а сказка. Ну, так он нас пробить, конечно, шансов особо не имеет. Ну, и нам по нему тоже, в общем, ничего не сделать. Мы будем вечно опасаться ехать вперёд. Мы теперь не можем повернуться к нему бортом. Иначе есть неэфемерные шансы отъехать от него. Но такой дистанции он в целом имеет некоторые шансы у нас пробить, хоть и не особо большие. В общем, грустно. А, у них вот вся армия состоит из вот этих вот несчастных. О, ха-ха, взрыв БК. Ну, хоть какое-то счастье в этом бою несчастном. Всё, ожидаем подставы. Попробуем, так сказать, обратным ромбом. А, если на ИСе обратный ромб ещё будет работать против вот таких вот целей, ну, типа Хеллкета, то на Черчилле нет. Ну, логично. Если он нам зарядит по жопе, то там брони нет. У ИСа-то есть, плюс там скос. А здесь никакого скоса и брони нет. Поэтому жопой танковать на этом танке тоже нельзя. Ну, и вспоминаем, конечно же, невероятную скорость движения назад. В отличие от советского танка, у которого она есть хоть какая-то. Опа! Опять взрыв БК. Ну, вот под калибер. Если точно есть возможность выстрелить, то да. А вот он ныкается вот за холмом. И как ты ему по БК попадёшь? Ну, это опять же чисто удача какая-то. Вот здесь просто повезло, что он во весь рост встал, что 34-ка не попала. Ну, нам действительно проще попасть. Конечно. Даже несмотря на отсутствие зума. И знаете, несмотря на все минусы, которые здесь я перечисляю, наверное, хочется сказать, что Блэк Принц не самая плохая техника. Во-первых, его броня в таких условиях действительно есть. Вот против кого мы воюем, да? Кто нас там может как-то успешно пробивать? Ну, мало кто. Всякие джамбо, которых много, что ли? Да нет, не смешите мои подковы. А даже попадая на такие карты, при определённых действиях врага мы можем стрелять по кому-то. Но это, опять же, до первого чувака, который объехал в борт и дал вам тычку с ваншотом в боеукладку. Ну, или просто в экипаж, который скучно сидит. Видите, там трое в башне, все вместе в обнимку, да? Или вон двое в корпусе. Всё это убивается достаточно просто, откровенно. И ехать в город тоже не самая задача такая тривиальная. Там мы можем спокойно словить в бочину. Вон джамбик стоит, смотрит на нас. Ну, пусть смотрит. Главное, чтобы нами не заинтересовался какой-нибудь там самолёт. В этом случае нам везёт, что немецкие не против нас. Иначе 30-миллиметровые пушки сделали бы с нами очень страшное ата-та. Ну, то есть они нас пробивают в крышу. Крыша у Черчилля тонкая, опять же, в отличие от ИСа или КВ какого-нибудь. И всё. Короче, у Блэк Принца очень много уязвимостей. И нет таких вещей, которые бы как-то лихо позволяли это компенсировать. Ну, типа танка хрустальной пушки, который может нанести урон, но при этом сам отъезжает легко. А Черчилль вроде бы и отъезжает достаточно легко. В большей части игровых условий. И при этом урон нанести он иногда затрудняется. Вот, собственно, об этом и речь. Но, тем не менее, на нём вот первый бой там у меня сыгрался в два Блэк Принца. Мы просто проехали по центру. И нам как-то противники просто к нам выезжали и всё. На своём бэре фигак, 8 фрагов. Ну, то есть вполне можно эффективно сыграть. Ну, должно повезти. А внизу списка это реально просто кусок мяса и всё. Причём, знаете, если Маус хотя бы жирный кусок мяса, то есть который в какой-то степени может затанковать много урона, то мы, ну, даже затанковать-то не можем банально. Вот, кстати, он просто крысил здесь и всё. Пожалуйста. А меня ракеты разбомбили. Да, меня просто разбомбили ракетой. Ну, вот, рано или поздно обратили на меня внимание. Я поменял несчастную Виверну 4.0. Пусть играет на своём БРе. И я взял Tempest. Забыл ему ленту поменять на этот раз. Надо было не дефолт брать. Хотя двадцатки всё равно не так эффективно против наземки эти. Tempest вроде быстрый самолёт. Очень быстрый. Поэтому вся надежда на бамзам тактику. В общем, по поводу Черчилля я даже не знаю. Как-то я быстро вам рассказал про то, что из себя представляет танк. Дальше попробуем разбирать игровые ситуации. Почему, кстати, я умер? Ну, потому что я мало осматривался. Это вполне очевидно. Это раз. И вторая история, что бортовая броня действительно очень уязвима. Вроде бы ты и хочешь, и не можешь. Это очень частые ситуации. Так сказать, жизненно. Но всё-таки. Ну, конечно же, нет урона. Корсар меня перекрутит, кстати. Потому что я на самолёте поебды. Это Tempest. Tempest только по скорости уходить. Ну, конечно же, нет попаданий. Вообще попаданий нет. То есть не то, что урона нет. Попаданий нет. Моя стрельба – это моя стрельба. Моя оборона заборонена. А где зенитка-то? А, она под домом. Всё понял. Благо, мы крепкие более-менее. И нам тоже как-то повезло не откинуться. Хотя, честно, Корсар от нас не то, чтобы отстаёт. Ну, вот и до свидания. Вот вам и Tempest. Поиграли. Даже не буду пытаться тут что-то делать. Да и не на чём можно. Давайте в следующий бой. А, ну и на Черчилля вы не влияете на исход боя никак примерно. Поэтому, если хотите побеждать, это тоже танк не для вас. Честно говоря, я испытываю большое неудовольствие по поводу того, что традиция как-то затянулась. И это, блин, пески Синая. Это ещё одна огромная карта. Это, кстати, нормальная огромная карта в целом. Но проблема в том, что я на Блэк Принсе. Вот, как бы не было беды, да пришла родная, сама того не зная. И вот теперь мне нужно пилить. Я даже не буду пытаться ехать туда в Кору. Бой закончится, пока я на гору заеду. Я поеду просто посреди пустыни. И вот не знаю, что из этого, честно говоря, получится. Есть просто большие подозрения, что мы будем долго ехать, чтобы быстро умирать. Вот, опять же, ну классика Черчилля. Либо вы где-то живёте, танкуете как-то, что удивительно. Вроде мы опять попали плюс-минус в топ списка, что очень приятно. Но мы сейчас вполне неэфемерно можем всё равно схватить. Хотя в данном случае танканём, скорее всего, что-нибудь. Если бы не были у Черчилля такие уязвимые вот остальные проекции, типа как у ИСа, который лучше защищён по кругу, то, наверное, это была бы такая крепость. Но основная беда в том, что у Черчилля, вот как у Черчилля, защищён только лоб. И то, опять же, тут есть своеобразные моменты из разряда, то, что там сколько, 50, что ли, миллиметров вот эта полка. Если противник будет выше вас, то вот в полку, около НЛД и ВЛД, вот переходную, могут вполне себе закинуть снаряд. И вы ничего с этим не сделаете. Вы, кстати, получите урон, скорее всего, фатальный для техники, если это будет каморник, потому что оно зайдёт как раз между всеми членами вашего экипажа. Ну и, разумеется, смерть довольно близка будет. А дальше даже не знаю. Давайте ехать к точке А. Единственное, что мы можем делать, это неспешно продвигаться к какой-то позиции, чтобы её потом, не знаю, оборонять, например. И я думаю, что надо придерживаться этой тактики, ибо по факту мы другой никакой придерживаться-то и не можем. Я, знаете, даже вот боюсь налево поворачивать башню, просто потому что я могу получить вот оттуда с респауна. ПТ-шка поехала в обход, конечно. Может быть, она каким-то образом почует беду, прикроет, даст знать. И мы тут в низинке вроде едем. Черчилль довольно плоский камень. Но всё-таки есть, как всегда, неэфемерные шансы. И тайминги ловить на такой технике, на которой ты тратишь кучу времени, чтобы куда-то доехать, это, ну, такая очень неприятная вещь. Если где-то ты ловишь выстрел и как-то не то чтобы сильно переживаешь об этом, то, словив его спустя пять минут езды по пескам Синая на Черчилле, ты начинаешь верить в судьбу, что ли, не знаю. Потому что обидно. Ты ехал, ехал, и в итоге просто не вовремя там подставил борт. И всё. Как бы ты виноват, но не виноват. И непонятно, что с этим делать. Ну, противник где-то там проезжает за камнями. Ну, естественно. Каменные камни везде. Чё это такое? Это пулемёт? Я очень надеюсь, что это просто пулемёт. Если это не пулемёт, то нам хана. Но, по-моему, всё-таки это он. Да. Правда, это не позволяет нам всё равно стрелять ни по какой цели. Так, точку А надо захватывать. И потом ехать уже на точку Б. То есть мы будем просто вообще в абсолютно наглую и тупую давить, пока нас не разбомбят, наверное, вон уже летят. Пока мы доезжаем до точки, уже самолёты появляются, уже люди свою жизнь прожили, детей родили. Такое чувство, как будто ты играешь в РПГ-жизни. Только вот ты тот самый 35-летний чувак, который сидит, играет в доту, а его мама ему говорит, что вон опять у него одноклассники, там уже третьего ребёнка рожают. Вот на Черчилле ощущения, наверное, какие-то похожие. Когда ты должен флегматично в своё удовольствие делать вещи, которые обществом часто не понимаются, вероятно. Но в данном случае, конечно, игроками в том числе, есть за что его ругать. Это не тождественные ситуации. Абсолютно. У нас дымы есть, кстати говоря, причём много. Вот уж чего-чего нафунять дымами мы можем. Кстати говоря, мы можем в теории ведь тогда смотреть налево и просто дымить себе раз в энное количество времени на точку и в связи с этим не опасаться выстрела в бочину. Ну, только если совсем рандомного, но от этого ещё сильнее жопа сгорит. И всё. Даже не знаю, что делать. Просто захватываем точку, едем на Б. Думаю, что мы каким-то образом до туда допрёмся. Союзники пока вроде нормальные и без нас там побеждают. Поэтому надо просто потихоньку двигаться. Честно говоря, если поиграть на Черчилле много, мне кажется, можно так познать эту жизнь, что ли. Перестать волноваться, беспокоиться. Зуд, сжение и раздражение уходят. Потихонечку жизнь налаживается. Но, наверное, только в тех боях, где ты действительно просто безмятежно едешь, а не когда тебя сразу взрывают. В лоб, в борт. У Черчилля полочки, по-моему, уязвимые в гусеницах есть. Хотя не знаю, относится ли это к Блэк Принцу. Потому что всё-таки броня усилена. Но в теории я бы, наверное, даже в ангаре с вами броню посмотрел. Можно после этого боя будет сделать данный ритуал. Потому что, честно говоря, я не думаю, что я смогу показать. Ну, то есть это хороший бой на нём, когда ты едешь, стреляешь и убиваешь, он один на миллион. Один на двадцать, на тридцать боёв. Мы не будем играть двадцать-тридцать боёв на этой технике. Уволите, пожалуйста. А я показываю реальную ситуацию, как это вот каждый бой происходит. Чтобы быть хоть каплю полезным, приходится просто ехать бесконечно куда-то. И умирать. Рандомно, непонятно от кого. От даже своих, так сказать, одноклассников по боевому рейтингу. Потому что, ну вот, так вот существует жизнь, устроена. И как-то, наверное, нет смысла на нём накатывать огромное количество боёв, куда будет продуктивнее показать вам броню, да? Зоны пробития, чтобы вы, если встретите этот Блэк Принц, а их в боях практически не водится. Что логично, потому что танк невероятно скучный. Дико скучный, ещё и не такой уж и эффективный. Просто посмотрим, куда его пробивать, чтобы вы знали. И всё. И на этом можно будет закончить. Ибо мои говорилки на отвлечённые темы, они тоже не бесконечные. Может, кому-то эти пространные рассуждения интересны, я склонен этому верить, но многие любят больше экшена. Только где здесь высосать больше экшена, когда ты пытаешься вот именно лайвом показать жизнь, как она есть? Вот. Как она есть. Мало кто будет показывать вам Черчилль, как он есть. Потому что это дико медленно и неинтересно. Но кто-то же должен. Пусть им буду я. Кстати, порвала в предыдущем видео моя фраза про вакцинацию людей. Некоторых всё равно. Даже с предупреждением. Но, кстати, могу сказать, что у меня некоторые люди внемлили предупреждением и не захотели со мной просто ссориться на почве этой темы. Ну вот. Забрали у меня пантеру. Лагают текстуры. Можно поразглядывать. И просто молчат. Но некоторые всё равно появились. Это из разряда тех людей, которые считают, что политикой не надо интересоваться. И зачем политика на канале, на игровом, по их мнению. Но это канал не игровой. Это просто мой канал. То есть, технически, конечно, больше контента здесь по играм. Но это не значит, что я здесь не могу поднимать какие-то темы. Я могу здесь поднимать абсолютно всё. И считаю, что нужно быть и достаточно активным политически. А иначе как? И про какие-то волнующие темы рассказывать. А иначе кто об этом скажет? Ну, к сожалению, система нашего государственного строя делает всё для того, чтобы люди молчали. Молчали по своей воле и считали, что это они так решили. Ну, правда, это не так. К сожалению. Пума минус. Вот, кстати, мы встретили противников, которые просто куда-то ехали. Кстати, удивительно, что они так далеко продвинулись. И сейчас будем их убивать. Благо, нет проблем с пробитием. И попадать в целом удобно. И по жопе нас почему-то не уничтожили. Хотя должны были. Куда мне вообще прилетело? Это ИС-2 свой, что ли, стрелял? Чё-то я не понял. Маркер был сзади. Но сзади никого не могло быть. Там союзник проезжал. Не надо стрелять по союзникам. Вы этим самым их сильно отвлекаете. Да нет. Это был противник СТРВ. Где? Почему маркер сзади был? Нет. Не сзади. Он выехал сверху. Куда я и смотрел, кстати, весь бой. Потом отвлёкся пострелять в другое место. И вот вуаля. И, кстати, прям в ромб ушатал. То есть, ну вот, броня. Зачем вам броня этого Черчилля, который всё равно по факту и не существует? Ну, то есть, это не самый мощный танк этой игры. Наш БР плюс-минус. И стрелял не каким-то имба-снарядом. Много есть техники, которая вас легко уничтожает, типа этой СТРВ. Ничем не выдающийся. Далеко не имба-танк. Но для вас он опасен. И мы ромбовали к нему. То есть, это не вот он нас по корме, там поджогами как-то еле-еле убил. Да нет. Просто два выстрела. И второй залетел. Первый-то вроде как-то ещё мы танканули, а второй уже всё. Нужно прям очень точно выбирать, как ты стоишь и куда ты чего смотришь. Короче говоря, абсолютно неоправданная сложность техники. Ничем не награждаемая. Где-то он здесь был, по-моему, или он там наверху стоит. Вот этого я немножечко недопонял. Ладно, давайте поможем. А-па-па, поможем. А тут нам в лоб летят. Ну, урона нет, естественно. Я, правда, лент по наземке поставил. Ну, двадцатки. Ну, двадцатимиллиметровые пушки. Ну, сами понимаете. Но что-то как-то не пошло дело. Благо, мы более-менее динамичные. Ну, опять попадание. Су-6 вроде не такой уж прям и какой-то суперживучий штурмовик, откровенно говоря. Он живучий, конечно, но не настолько. Так, тигры, ладно, обрадуем. А то что, мы фраги-то вообще в боях будем делать? Мы ни одного не сделали, по-моему. Пора бы уже хоть что-то, даже если это будет на авиации. А, это пибидж. А куда делся этот Ил-2 или что это было? А, вон опять с Респа кто-то летит. Блин, ну мы не можем маневрировать. Там ПЭС немножко не про маневр. Мы сейчас умрем, скорее всего. Чё это такое летит? Криты. Валим. С критами. Блин, зенитки. Миллион зениток. Миллиард зениток с попаданием. А, у меня масло течёт. Ну, в теории я могу уйти на филд и попытаться дожить эту жизнь. А вот, кстати. Опа, попал. Хах. Тоже неплохо. Да, это тоже можно лайк поставить. Мы ещё совсем не выигрываем, поэтому, наверное, можно и на филд попытаться дотянуть. У нас точка А ничейная, её отняли. При том, что, кстати, я её захватывал. Точку Б мы держим. Сверху противники могут приехать. Короче, не скажу, что у нас какое-то адекватное позиционирование. Вон в воздухе ещё два самолёта, а наш штурмовик сейчас погибнет. Потому что там зенитки плюс самолёты. Это смерть. Может быть, Мустанг что-нибудь сообразит. Надеюсь на него, честно говоря. Ну и мы, может, что-то на темпесте сделаем. Вот чё мы. Четвёртое место в команде. Три фрага. Нормально. Ладно. Мы убивали. Два самолёта. Неплохо. Две помощи. Хороший бой. Ладно, я сказал, что я не буду играть 20 пф, чтобы показать хороший. Но, честно говоря, вот этот довольно неплохой. Он действительно норм по меркам. Там всяких Черчиллей и вот этого всего дела. Попробуем сесть на брюхо. Да, довольно крепкий самолёт. Поэтому, даже если честно, я не очень аккуратно садился, но сели. А дальше мы, наверное, победим. Всё-таки мы захватили точку. И это значит, что я уже не успею к полю боя. Тогда увидимся в ангаре и посмотрим на броню Черчилля. Погнали. Итак, давайте посмотрим же на броню Черчилля. После чего перейдём к итогам. Потому что тут, я думаю, и так всё понятно. Если так, чисто в цифрах, то вот 140 мм МЛД. Плюс тут небольшой наклон. 152 лобкорпуса. Да, здесь неубиваемо. Это всё в гусенице. Вон оно тоже здесь довольно толстое получается это место. Борта. 95 мм. Плюс, как мы видим, здесь у нас получается история, что борт этот ещё защищён как бы гусеницей. Хотя не скажу, что толщина какая-то дикая. И маска, смотрите, какая сложная. То есть 152 и 152, и местами оно перекрывается. Но полк 57, но крыша 19. Нас самолёты автопушками убить могут. Но крыша здесь вообще 18. Но корма 50. И, естественно, туда легко пробьют. При этом, давайте возьмём аналитику пробития. Возьмём какой-то обычный танк. Вот пантеру. Да, ту же самую. То есть это танк нашего БРа. Пантера F. Возьмём ей самый стандартный снаряд. Дадим дистанцию в 500 метров. И смотрим, куда она нас пробивает. Возьмём, просто включим. Здесь есть такая тема, как карта пробития. И, соответственно, мы увидим, куда нас в лоб пробивает эта пантера с дистанцией в 500 метров. И, честно говоря, ситуация выглядит довольно удручающе, да? В ЛД, которая у нас типа как крепкая, вот оно. Прям в лоб 152 миллиметра пробивается. Пантерой. Причём с ваншотом. В НЛД чуть сложнее, но шансы пробить тоже есть. Как видите, тут жёлтый маркер. То есть при удаче. При определённом угле наклона. Даже можно пробить маску. Только в определённую зону попасть туда очень сложно. И, я так понимаю, ещё какой-то небольшой шанс пробить в комбашинку. Есть с уроном. Тут он, опять же, мизерный, но есть. То есть тупо в НЛД. Окей, мы будем ромбовать. В этом случае нам карта пробития покажет немножко другое. И да, казалось бы, ромбуя, мы вроде бы лучше защищены. Но в этом случае у нас есть, во-первых, пулемётик, в который можно как-то заслать. Тут, опять же, шанс невелик, но он есть. Естественно, если борт башни подставляете, моментально получите в борт башни. Причём даже ромбуя. Ну, то есть, неважно. Если не ромбуете, получите сюда. Если ромбуете, получите сюда. Да, Пантере будет сложно пробить нас, когда мы вот корпусом ромбуем. Но, пожалуйста, есть башня. Окей, а если мы чуть-чуть передовернём и построим карту пробития, то вот вам 95-мм борт. Пожалуйста. Вот, стоит только немножко передовернуть, и вы будете получать прямо в бочину. Причём не забывайте, что здесь боеукладка, да и боевое отделение тесное. И это мы говорим. Далеко не про самый пробивающий танк. Мы воюем, бывает, и на 6,3 с какими-нибудь 88-ми миллиметровками. Вот мы поставим вот так вот ромбом опять же этот Блэк Принц, и увидим, что шансы пробить нас больше определённо. Хотя всё ещё невелики. Но зелёных зон отмечается сильно больше. При этом мы можем пробить нас в полку. Это вот вообще дичь, потому что крыша 25 миллиметров, а здесь скос и наклон неприятный. Борт башни весь зелёный. Даже в лоб башни при ромбе можно пробивать. Короче, броня этого самого Блэк Принца, ну, эм, далеко не так хороша, как о ней думают. И этим, в общем-то, всё сказано. Что можно сказать в итоге по поводу Блэк Принца? Это довольно своеобразная техника. Играть на нём нет никакого резона, и покупать его за дикие деньги я бы не рекомендовал. Потому что банально он ничем не выделяется сейчас. Урон терпимый, подвижность отвратительная. Броня, ну, есть, но сами видите какая. Дырявая довольно. И боевой рейтинг 6.0 ему, вроде бы как, даже лишний. Можно 5.7 дать и не сказать, что он будет дикой имбой какой-то в этом случае. Потому что те, кто объехал его в борт, всё равно пробьёт. Даже те, кто не пробивает в лоб. А ромбовать ему всё равно сложно. С поворотами проблемы, с этим проблемы. Поэтому могу сказать, что это всё-таки чёрный прыщ. Никакой это не Принц. Если не согласны или согласны, надеюсь, вы подготовили развернутый комментарий касаемо всего этого действия. Пишите его сейчас. Но не забывайте потыкать что-то под видео. Лайки там, подписки и вот эта вся история. Будем разбирать с вами очень много всего интересного. Ну и до новых встреч, друзья. Всем пока.